Ни любви, ни жалости. Новосибирский областной суд в ближайшее время начнет изучать дело о жестоком убийстве юной девушки, которая пыталась спасти своего парня от наркотиков, а вместо благодарности получила почти сотню ножевых ранений. Шокирующая история произошла в начале марта. Тогда жители новостройки на улице Кашурникова в очередной раз услышали громкие крики за дверями квартиры, в которой жила молодая пара – Фёдор Хижин и его несовершеннолетняя подруга Анастасия. Неладные соседи не заподозрили. Возлюбленные постоянно конфликтовали. Скандалили, дрались, дверями хлопали, мебель ломали. Я не знаю, что они там делали, но нам было жить некомфортно рядом. Делали замечания, но это всё бесполезно. Там непрошибаемые два человека совершенно. То есть она такая же, как у вас? И в лифте я делала ей замечания. Она говорит, не ваше дело, и всё. Но это и её проблема была, царство небесное, конечно. Но они одинаковые, они достойны друг друга. Страсти в отношениях Фёдора и Насти действительно кипели. Молодые люди постоянно оскорбляли друг друга в соцсетях. Сходились и расходились. Парень, говорят, иногда поколачивал подругу. Хижин регулярно употреблял синтетические наркотики, пытался лечиться, но результата не было. Вечером 6 марта он вновь был под кайфом и хотел прикупить ещё пару доз. Девушка денег не дала. Тогда, по версии следствия, юноша решил отобрать их силой. Обвиняемый нанёс не менее 85 ударов ножом и неустановленным твёрдым тупым предметом. По голове, шее, лицу и рукам потерпевшей. Смерть несроченолетней девушки наступила на месте происшествия. После этого обвиняемый скрылся с места совершения преступления, при этом забрав наличные денежные средства, ноутбук и мобильный телефон потерпевшей. По данным следствия, гаджеты Хижин сдал в ломбард, а сам подался в бега. Решил поехать к своей знакомой в Кемерово. Однако, узнав, что натворил её приятель, девушка без колебаний решила помочь полицейским. В пути следования подозреваемый попал в дорожно-транспортное происшествие, после чего посредством автостопа продолжил движение, пересев автомобиль дальнобойщика. Установив личность знакомой, которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь. И под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров города Кемерово. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Оказавшись в кабинете следователя, предполагаемый убийца начал давать показания. Однако вину свою признал только частично. Фигурант утверждал, никаких корыстных намерений у него не было, просто поссорились и он вспылил. Однако следователи ему не поверили. Фёдора Хижина обвинили в особо жестоком убийстве, сопряжённом с разбойным нападением. А это значит, что у него есть неплохой шанс больше никогда не употреблять наркотики. Ему светит пожизненное заключение. А насколько Алексей Зубила и Евгений Павлов? Экстренный вызов.